так продолжим нашу работу над силиконовой формой будет наверно 7 слой уже до финала осталось совсем чуть-чуть надеваем перчатки и наносим наш силикон работаю я скажу не на одной формой замешиваю по-прежнему по 200 грамм нескольких ракурсов и и работаю также еще над медведем уже параллельно вот этот мишка на нем покажу способ при котором не надо лепить пластилиновый бортик это один из способов позволяет быстро тиражировать силиконовую форму пример у вас таких форм на заказ несколько и вы хотите сэкономить время на изготовление пластилинового бортика это вполне реально я покажу как это сделать на примере этого медведя потому что пластилиновый бортик именно для этого медведей лепить очень долго размер самого медведя 35 сантиметров длина и ширина у него в холке 19 сантиметров то есть с каждой стороны то есть выше он должен быть и пластилиновый бортик 19 сантиметров на 4 сантиметра есть выше на 4 сантиметра пластилиновый бортик и длиннее с каждой стороны еще на 4 сантиметра есть 35 плюс 8 значительно большой внушительные пластилиновый бортика каждый раз его лепить причем там разъем тоже непростой занимает очень много времени да и порой не очень хочется возиться с пластилином марая руки пластилин как бы классная работа да то есть развивает мелкую моторику пальцев в общем плюс но иногда нет желания это делать да и зачем это делать если можно на этом сократить время ускорить процесс изготовления силиконовой форме я покажу как это делать положим у вас таких медведей надо 2 и готовить а модель его всего одна или лень лепить пластилиновый бортик ну вот нанесли нанесли это будет наш 7 слой был до 7 слой останется нам еще один восьмой слой сделать и он уже будет окончательно на восьмом слое я нанесу на всю поверхность разверну и чтобы все вот стекло именно в эту часть маленько увеличим толщину основания и можно будет делать жесткий кожух все здесь мы закончили с работой над этой силиконовой формой можем сказать сами себе брал браульки так что надеюсь все было понятно все было доступно максимально предельно разжевал как как мог вопросов и думаю здесь уже возникнуть не должно она продолжим на этапе создания жесткого кожуха